Музыка Видео инструкция по монтажу дымохода Вулкан При монтаже дымохода Вулкан используйте специальные строительные перчатки для защиты рук А также безопасные стремянки и строительные леса для высотных работ В соответствии с законодательством дымоход из нержавеющей стали Необходимо использовать только двухстенные с негорючей изоляцией В нашей видео инструкции мы покажем монтаж дымохода в деревянном помещении Дымоход будет проходить через боковую стену строения и подниматься выше уровня кровли Для монтажа дымохода и печи необходимо подготовить следующие материалы Изоляционный материал с Комотек Рокул, Фаербатс Комплект дымохода Вулкан Все материалы для монтажа вы можете приобрести в компании Дымотехника А также у ее официальных дилеров Полный набор элементов дымохода Вулкан Скомплектованный в соответствии со схемой монтажа дымохода именно в вашем доме Вы можете составить самостоятельно Воспользовавшись нашим каталогом дымоходов Или при помощи менеджеров компании торгующей продукции Вулкан Монтаж начинается со снятия упаковки Будьте аккуратны, чтобы не повредить обзорное стекло А также другие наружные элементы печи После распаковки необходимо проверить Целостность обзорного стекла и уплотнительных шнуров Наличие инструкции и комплектующих Для монтажа дымохода Вулкан Мы рекомендуем использовать специальные инструменты Обрезная машина Шуруповерт Электролобзик Рулетка Молоток Угольник Уровень Теперь перейдем к разметке Для этого необходимо Определить расстояние от низа печи До центра дымоотводящего патрубка Отметьте это расстояние на стене В месте расположения печи Далее на стене Откладываем размер ширины печи И ось дымоотводящего патрубка Относительно этого размера Наметим на стене границы удаляемого материала Для этого воспользуемся уровнем, линейкой и маркером Следует учитывать установленные противопожарные расстояния Для удаления фрагмента стены используем электродрель и электролобзик При помощи строительного ножа Удаляем из стены изоляционный материал Деревянную стену, перед которой будет установлена печь Необходимо изолировать негорючим экраном Для этого мы рекомендуем использовать материал скамотек Толщиной не менее 30 мм На листе скамотек определяем место прохождения дымоотводящей трубы Чтобы вырезаемое отверстие было аккуратным Как шаблон можно использовать фланец из комплекта дымохода После разметки листа скамотек Аккуратно вырезаем отверстие Подготовленный лист скамотек Закрепляем на деревянной стене при помощи саморезов И специальных дистанционных втулок Делать это нужно таким образом Чтобы между листом скамотек и стеной Оставался зазор не менее 1 см Для пожарной безопасности и защиты пола От возможного попадания на него углей При открывании дверцы печи Рекомендуется установить перед печью стальной экран Стальной экран любого размера Можно заказать на заводе изготовителя Вулкан Итак, подготовительную часть монтажа Внутри помещения мы завершили Теперь переходим к выполнению Дальнейших строительных операций На наружной стороне строения На стене отмечаем границы удаляемого материала В соответствии с противопожарными нормами Для удаления фрагмента стены Используем электродрель и электролобзик После удаления фрагмента стены Приступаем к очень ответственной операции Установке теплоизоляции В месте прохода дымохода через стену Необходимо определить объем изоляции Которую мы заполним пространство Между дымовой трубой, проходящей через стену И горючим материалом вокруг нее Базальтовую вату Роквел Нарезаем полосками Равными глубине стены строения Аккуратно устанавливаем Нарезанные полосы базальтовой ваты По контуру отверстия Фольгой по направлению дымовой трубы Старайтесь устанавливать базальтовую вату С минимальными зазорами Оставив свободное место Лишь под диаметр наружной трубы дымохода Теперь переходим к монтажу Участка дымовой трубы С наружной части строения Оригинальные дымоходы «Вулкан» Имеют этикетку На которые обозначены Наименование изделия Штрих-код Фирменный знак И дата изготовления Для защиты от подделок Все элементы дымохода «Вулкан» Маркируются голографическим знаком Аккуратно распаковываем элементы дымохода Дымоход удобно монтировать Небольшими фрагментами С последующей их стыковкой между собой Начинаем с кронштейна крепления к стене Первым собираем горизонтальный участок от печи Тройник Гранштейн крепления к стене К нему мы подсоединяем секции дымохода Фиксируя их при помощи хомутов Старайтесь располагать болтовые соединения хомутов Со стороны дымохода Направленные к стене строения Обращайте внимание на направление сборки дымохода Элементы дымохода с изоляцией Необходимо собирать таким образом Чтобы гофрированная поверхность Внутреннего контура элемента Была направлена вниз В сторону отопительного прибора В случае элементов с раструбно-профильным соединением Раструбным заужением вниз Имеем в виду, что все соединения дымохода Необходимо герметизировать При помощи специального Высокотемпературного герметика С огнестойкостью не менее Полутора тысяч градусов Цельсия После того, как нижняя часть дымохода собрана Нам необходимо на трубу Которая идет по горизонтальной плоскости В сторону печи Надеть фланец Прикрывающий изоляцию Установленную в проеме стены Далее Собранную конструкцию Необходимо установить Внутрь строения Через заранее приготовленное отверстие Вертикальность установки дымохода Определяем при помощи уровня После чего фиксируем Углы кронштейна крепления к стене При помощи саморезов Далее Фиксируем фланец к стене строения Закрывая тем самым изоляцию От воздействия атмосферных осадков Приступаем к установке последующих элементов дымохода Продолжая движение от кронштейна крепления к стене Вверх по трассе дымохода По ходу сборки дымохода вдоль вертикали стены Фиксируем дымоход к стене дома С помощью элемента крепления Каждые 2 метра необходимо устанавливать элементы крепления к стене Вертикальность дымохода А также противопожарное расстояние Между дымоходом и стеной Выставляется при помощи Дистанционирующих шпилек Фиксирующие гайки Необходимо плотно затягивать С расчетом на то, что дымоход Будет подвергаться серьезным ветровым нагрузкам Огибание свесок ровли Осуществляется за счет двух отводов В зависимости от размеров свесок ровли Используем отводы с разным углом поворота Также не забываем фиксировать все элементы с помощью хомутов Если вы монтируете дымоход небольшого диаметра То вам будет удобно собирать несколько элементов на земле С последующей установкой на высоте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На окончании трубы устанавливается зонт или дефлектор Который будет не допускать попадания осадков Внутрь дымовой трубы Высота установки последнего элемента зонта или дефлектора Зависит от места расположения дымохода По отношению коньку к ровли Так как от этого будет значительно зависеть тяга Развиваемая вашим дымоходом После установки дымохода снаружи дома Возвращаемся во внутрь строения И приступаем к непосредственному присоединению печи к дымоходу В той части дымохода, которая выходит из стены Присоединяем специальный переходник монотерма А при необходимости и переходник от внутренней трубы дымохода к патрубку печи Также рекомендуем использовать шиберную задвижку в дымоходах для печи С ее помощью вы сможете отсекать дымоход от печи в то время, когда вы ей не пользуетесь Завершающим этапом является подсоединение печи к дымоходу Если печь достаточно тяжелая, рекомендуем производить данную операцию при помощи двух или более человек Подсоединение печи к дымоходу осуществляется при помощи высокотемпературного герметика Присоединение печи к дымоходу Профессиональных элементов дымохода «Вулкан» обеспечит гарантированный срок службы вашего дымохода А также безопасность вашего дома и близких